Библейский портал экзегет.ру представляет Есть герой, который не является человеком. Это ковчег Божий. Самый священный для древнего Израиля предмет. Даже трудно его называть, наверное, предметом. Это некая святыня. И она переезжает в Иерусалим. Вот о том, почему, как, каким именно образом ее переносили. Было в предшествующих главах. В 13-й, в 15-й довольно много сказано. И, наконец, он прибывает в Иерусалим. И мы говорили еще о том, что эта книга про Липомена в двух томах. Это, собственно говоря, такая книга для переселенцев из Вавилонии, которая восстанавливает жизнь на месте развалин. И эта книга описывает эту жизнь, вот как некий идеальный ее вариант. Как это было когда-то. Ковчег Божий. Принесли и установили в шатре, который поставил Давид. Еще не храм, но скиния, которая строится отдельно. Господу принесли жертвы всесожжения и предшественные жертвы. Совершив жертвоприношение, Давид благословил народ именем Господа. Вот здесь получается, что Давид сам совершил жертвоприношение. Вроде как не очень понятно. Принесли жертвы и Давид совершил жертвоприношение. То ли он лично, то ли, допустим, он был во главе этой процессии, а приносили его священники. Здесь это как-то микшировано, потому что Давид, в принципе, вот в случае с переносом ковчега берет на себя отчасти и священническое служение. Ну, а для автора, который сам из левитов или священников, это, в общем-то, не очень-то приемлемо, потому что для него, конечно, особая роль ветхозаветного священства – это одна из важнейших вещей. Поэтому здесь так как-то вот вскользь это пробегает он мимо, да? Благословил народ именем Господа. Ну, это может быть не только священник, но любой человек. Это такое чистословесное действие. И раздал всем израильтянам, мужчинам и женщинам, по лепешке хлеба, по лепешке сушеных фиников и по лепешке изюма. Сухофрукты – такая праздничная еда. Но вот что касается распорядительства, здесь уже все очень конкретно. Давид все так устроил, то есть распределение ролей, а оно переходит из поколения в поколение по наследству – это от Давида, это не просто случайность. Давид назначил левитов служить перед Ковчегом Господним, чтобы они призывали, благодарили и восхваляли Господа, Бога Израиля. Главным среди них был Асаф, второй после Асафа Захария, Иеел, Шемирамот, Ихиел, Мататия, Илеаф, Беная, Уведедом и Иел играли на цитрах и лирах, сам Асаф на кимвалах. Священники Беная и Яхазиел были назначены трубить трубку, и перед Ковчегом Божьего договора. Ну и, соответственно, для того, чтобы восстановить служение в храме, нужно вернуть потомков этих людей на их законные места. В тот день Давид впервые повелел, чтобы Асаф и его собратья воздали хвалу Господу. И дальше молитва, которая напоминает псалмы, или дословно даже с ними совпадает, разные, 95-й, 104-й, 105-й. И, может быть, это такой сборный текст, который, собственно говоря, показывает, как вообще молился Давид и как он учил молиться остальных. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам о деяниях Его, пойте о Нем, воспевайте Его, проповедуйте о чудесах Его, восхваляйте святое имя Его, довеселятся сердца тех, кто к Господу стремится». Важнейшая тема, понятно, что молитесь, проповедуйте, восхваляйте, славьте, но важнейшая тема — это радость и веселье. Вот как сам Давид плясал при переносе ковчега, что даже вызвало, мы читали, гнев Мелхола и его жены, дочери Саула. «Ищите Господа силу Его и всегда стремитесь к Нему. Вспоминайте чудеса, сотворенные им, знаки предначертания Его». Тут же очень важно для псалмов, ну, это, по сути, псалом, да, такой включенный в текст псалом, для псалмов очень важная тема — именно искать и стремиться, то есть не думать, что ты уже обладаешь, а находиться в поиске. А как искать? Вспоминать чудеса, сотворенные им, знаки предначертания Его, то есть у нас есть священная история, у нас есть какие-то знаки, знамения, которые происходят уже вокруг нас, и вот, обращая на все это внимание, мы стремимся к Господу. «Вы, племя Израилева, рабы Его, вы, дети Иакова, избранники Его, Он Господь наш Бог, вся земля подвластна суду Его». Да, вся земля подвластна, но у нас свои особые отношения. «Вечно, помните, договор с ним, он на тысячу поколений заключил его, заключил договор с Авраамом, клятву дал Исааку, подтвердил как закон Иакову, договор его с Израилем вечен». Тысяча поколений и вечность здесь — это синонимы, то есть, собственно, основание вот всего этого, да, этот псалом, он в кратком виде излагает такой символ веры тогдашнего израильского народа, и в поэтическом, конечно, виде это делает, собственно, почему мы его народ. Он заключил с нами договор. «Отдам вам землю Ханаана, всю ее вашим владением сделаю, хотя было вас мало там, немногочисленные скитальцы. Из страны в страну ходили они среди разных царств и народов, но никому не позволил он обидеть их, и царям о них заповедал, не прикасайтесь к моим помазанникам, и пророкам моим зла не делайте». Откуда мы знаем, что это действует? А вот у нас есть опыт, вот наши отцы, наш народ уже через это прошел. «Пой, Господа, вся земля, день за днем возвещайте, как он нас спас». А почему вся земля, если только нас? Ну вот как книга начинается с истории человечества, генеалогии человечества, среди которой выделяется Израиль, да, вот так и здесь. Собственно, Израиль — это народ, который избранник, народ, который ради спасения всей земли, всего человечества играет какую-то особую роль в отношениях с Богом. И поэтому расскажите народам о славе Его, племенам земным, о чудесах Его. Собственно, вот зачем это избранничество в первую очередь нужно. А что рассказать? «Велик Господь и достоин хвалы, Он страшен и грозен больше всех богов. Боги других народов истуканы, а Господь небеса сотворил». Вот проповедь единого Бога, да? «Честь и слава, как свита перед Ним, сила и радость с Ним рядом. Величайте, Господа, племена людей, и величайте, Господа, Его славу и мощь. Величайте славу Господнего имени. Неся дары, идите к Нему. Пойдите ниц пред Ним во славе Его, Святой. Трепещи пред Господом вся земля, тверда вселенная не поколеблется. До веселятся небеса, да торжествует земля, да возвестят среди народов Господь Царь». И вот этот праздник признания Бога своим царем, который уже состоялся в Иерусалиме при переносе ковчега, здесь понимается как начало вселенского праздника, как начало праздника, когда вся вселенная поклоняется Богу, и Израиль тот самый народ, который возвещает о нем. Вот в чем суть договора. До веселятся небеса, да торжествует земля, да возвестят среди народов Господь Царь. Грохочет море, и все, чем пучина полна. Рады степи, и все, чем степи полны. То есть и природа неживая, и живая природа, и птицы, рыбы, растения, животные ликуют все деревья в лесу пред Господом, идущим, чтобы землю судить. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо милость Его вовек. Как могут ляговать деревья в лесу? Это некоторая такая гипербола, да, это метафора, может быть. То есть ликуют люди, но люди как деревья. Да нет, весь этот мир, он радуется его приходу каким-то удивительным образом. Мир как единое целое. Вот начинается книга с того, что человечество единое целое, Израиль в нем особый народ. И весь мир это единое целое, и человек в нем особое существо. А Израиль среди людей особый народ. И еще скажите, спаси нас, Бог спасения нашего, собери нас, избавь от чужих народов, дай славить имя Твое Святое, дай хвалиться тем, что хвалим Тебя. А это вот в конце как такое примечание. Но этого же еще нету. А как быть, вот когда этого еще нет, когда мы рассеяны среди народов, это, кстати, ситуация скорее уже после изгнания, после Вавилонского плена. Собери нас, избавь от чужих народов, дай славить имя Твое Святое, дай хвалиться тем, что хвалим Тебя. Не тем, что мы сильны, велики, там добились результатов, а тем, что мы хвалим Тебя и только этим. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». Как заключительное благословение. И весь народ сказал «Аминь, восхваляя Господа». Очень важное дополнение, но постоянно здесь будет возникать, что и уже возникало, что эти действия Давида во главе своего народа встречают полное одобрение всего народа. А без этого, какой смысл? Без этого он был бы каким-то просто одиночкой, причудливым и со своими какими-то вот идеями. «Давид поручил Асафу и его собратьям, чтобы они всегда совершали служение пред ковчегом Господнего двора, как положено на каждый день». Именно он все назначает, да, то есть установление Давида – это что-то такое, что надо соблюдать. Он также назначил Оведы дом и 68 его собратьев. Оведы дом, сына Эдитуна и Хоса были стражами у ворот. Скорее всего, тот самый Оведы дом, в доме которого хранился ковчег перед переносом в Иерусалим, священнику Цадоку и его собратьям-священникам, которые служили при шатре Господнем в Гаваонском святилище, где ковчег был до того, он велел, чтобы они регулярно, утром и вечером, приносили Господу всесожжение на жертвенники для всесожжений и делали все, что предписано в законе, который Господь заповедал Израилю. С ней были химаны, эдутуны, все те левиты, которые были отобраны и поименно назначены, восхвалясь Господа, произнося «Навеки милость Его». Химаны и эдутуны играли на трубах, кимвалах и других инструментах для божьих песнопений. Сыновья и эдутуны были стражами ворот. Ну вот, все расставлены по местам, все определено, вот так и нужно. Весь народ разошелся по домам, и Давид отправился к себе, чтобы благословить свой дом. И одновременно вот этот Давид, который благословляет свой дом, он еще и не только царь, он просто отец своих детей, муж своих жены, у него их довольно много. То есть, вот роль человека, мужчины в своем доме, как такого предстоятеля перед Богом за этот самый свой дом, это тоже некий образец, который дан. Но понятно, что история с ковчегом не заканчивается, а по сути дела только начинается в этой главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok